добрый день дорогие друзья добрый приятный осенний день на нашем канале каждый день добрый день канале о жизни нашей семьи интересных путешествиях вкусной еде позитивных хороших новостях меня зовут олег вот эту прекрасную девушку с новой стрижкой зовут лора анютка наша доченька младшая с нами помаши ручкой зрителям и мы прошло чуть больше недели после нашего возвращения из путешествия ему не удержались и вновь отправились путешествие 150 километров от дома и мы в услуги гостиницы острове наши постоянные зрители знают что мы здесь были уже два года назад вот прошло два года назад анютка тогда еще была у нас животике путешественница наша любимая сейчас мы решили вернуться стоит прекрасная погода конец сентября 23 года плюс 18 градусов да мы решили воспользоваться искали по правде говоря другие гостиницы вечером на террасе посидеть пока анютка спит но столкнулись с тем что цены бешеные домик там в районе 15 тысяч рублей за ночь за маленький домик причем ребят 30 квадратных метров прошу обратить внимание тоже кто ездит кто смотрит ничего нет ни залива ни пляжа ничего при этом некий такой во всяком случае у одной гостиницы точно цена указана условно шесть тысяч или семь до за ночью 6 половиной ну то есть вроде как можно и поехать звоним 15 или 14 900 или 15 900 что ну да вот так а что вы хотели мы ничего не хотели видимо они чего-то ожидали здесь в острове и цены практически такие же как были два года назад обзор номера я думаю вам покажем территорию здесь большая ну относительно большая можно прогуляться здесь большая баня конечно есть некоторые пойдем доченька здесь вход некоторые шума от дороги которые не не слишком оживленные знаете не то что ой спать невозможно в любом случае мы здесь на одну ночь и самое главное мы сейчас устроимся перекусим я думаю здесь же да прекрасно здесь замечательный ресторан во всяком случае он был таким надеюсь он таким и остался проверим покажем вам и после этого поедем в кургальский заповедник который расположен совсем неподалеку и это основная цель нашего визита там строилась делалась такая дорожки теренкуры два года назад как нам писали зрители все уже сделано все уже готово и вот мы с нетерпением вместе с вами надеемся что все это увидим и посмотрим а сейчас идем устраиваться в отель сразу цены чтобы было понятно что я ничего не перепутал одноместный номер стоит 5000 рублей за ночь стандартный 5 600 у нас стандартный если не ошибаюсь стандарт плюс 6 800 и так далее аренда бани два часа 4000 рублей причем баня такая большая мы заходили до лор смотрели вроде то есть принципе можно до вместимость 6 человек достаточно большая очень быстро на заселили правду номер не готов но в принципе мы на это собственно говоря и рассчитывали ресторане есть бизнес-ланч бизнес-ланч по будним дням поэтому в прошлый раз мы были на выходных мы не попали с 12 до 15 600 рублей так красиво 600 рублей человек в ресторане как нам сказали поменялся повар и мы сейчас с трепетом потому что тот раз я был в восторге от кухни прям восторг мы сейчас посмотрим все ли хорошо сейчас надо садится меню достаточно обширное несколько видов салата 4 вида супа горячие блюда напитки с хлебом стоит 600 рублей я взял салат с розбифом лора салат запеченные горбуши принесли морс морс самодельный да вроде не покупной анька уже за сухарики взялась я думаю сейчас на мяско поедим приятного аппетита пока все что мы попробовали было весьма вкусно вот это говяжьи котлетки у меня бургер причем бургер с бараньей котлетки ну как прилично по поводу бизнес-ланч я скажу так давайте легкий вывод 600 рублей как сказал бы дорогой этих не дешево но вкусным поэтому и ресторанная подача и люди сюда приезжают видимо кто не живет здесь вот и неподалеку приезжают на бизнес-ланч так что стоит мы как и в прошлый раз олеж ты знаешь нам дали тот же номер до так но 7 7 2 нет другой с той стороны 6 да 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 я просто помню возле картины так ну вот такой вот у нас номерочек есть холодильник олег телевизор до вид из окна шкафа по-моему даже халаты были как-то так давай посмотрим и щетки для одежды на подушка охлата финет огромное зеркало кстати я люблю когда в коридоре большие зеркала ну и ванная комната все есть как говорят мыльно-рыльные до принадлежности до шапочка для душа все так же чистенько хорошо да показала о анька сразу за дела сразу алло звони кому звонишь кому отвечает по-моему она говорит все равно мы достигли кургальского природного заказника но как сказала лора надо смотреть свои видео поехали мы судя по всему не туда немножко было эмоционально потому что они эти стало нехорошо надеюсь она не заболевает у нас все в порядке просто желудком какие-то проблемы и свернули мы с той стороны где как называется лор куда мы ездили на второй день и вышли погуляли надеюсь сейчас все будет хорошо у они и у нас вот нашли немножко грибочков лисичек ну-ка сейчас это не не основной вопрос поедем в сторону давай лорьева чем двигаться надо на деревню вырья да она называется в общем при выезде и из услуги мы повернули налево а нужно было продолжать движение прямо на когда попадаешь вот именно вот видите заказник круга и раньше можно было вот так вот проехать мы здесь прямо на машине проезжали и практически к заливу доезжали а сейчас все перекрыли сделали парковку вдали и здесь уже только пешочком нет не здесь там же направо был поворот на большую парковку да вот он мы заезжали сюда вот двигались налево и доезжали на машине прямо к заливу сделали ограничение они здесь такая карта мелко лучше дать точку на навигаторе чтобы была возможность ввести навигатор сразу gps утик пойдем еще чуть-чуть и будет море да написано что штраф 3000 но имейте ввиду что километра полтора придется идти коляской но тяжеловато да тем более анька все время на руках как-то взрослым прогуляться она наверное неплохо тем более сейчас когда грибочки везде но мы уже вот отсюда шли пешком прошлый раз мы бросали машину вот сейчас мы уже эту историю восстановили залив где-то там с левой стороны вот где просвет серьезно что это самые вкусные грибы мы плохие грибники если бы у нас был правильный youtube канал нацелены на большое количество подписчиков и так далее лучшим заголовком к этому видео было бы такое никогда не приезжайте в кургальский заповедник но потом в интервью уже в самом бы сюжете мы сказали с маленькими детьми с колясками правда с колясками теперь не шуточна лора сказала то что раньше мы прошли за две минуты сейчас мы действительно на 20 минут ковыряли зато стоят корабли зато у аньки есть песочек море пойдем смотреть доченька балтийское море кстати вот интересно тоже были мысли когда ехали сюда как же сейчас порт услуги потому что не безызвестные санкции и прочее прочее все создавалось вроде как с ориентиром на запад наверное ничего не работает посмотрите корабли идут потоком это что мы видели когда ехали сюда уже стройка идет строят что-то еще достраивают здесь конечно здорово да сейчас сегодня безусловно чудесный день хотя убежала солнышко у нас как вы видите но при этом безветренно тепло умиротворенное только очень приятно так бьются волны балтийского моря какой песок посмотрите так что приезжайте в кургальский заповедник даже с колясками я думаю что можно сюда пробраться и стоит того вот эту да они такие уникальные сейчас подойду покажу с выветренными корнями все они по-своему героические деревья доллар ну и мы героические слегка корневая система выветривалась но она все равно дерево зацепилась чтобы расти вы друзья сегодня не будет пролетов на дроне кстати полез искать информацию кургальский заповедник и даже просто услуга с удивлением я обнаружил что мы прям яндекс выдает наше видео папку кургальскому заповеднику видимо не так много кто приезжал не так много кто снимал порт услуга в той части здесь природа решили сделать небольшой пикник и знаю что получится но для этого воспользовались одноразовым грилем как-то им пользовались на кипре понятно что не точно таким же аналогичным аналогичным скажем так что-то у нас тогда получилось правда я устал дуть скажу вам по правде ну вот по замыслу создателей что-то что-то должно было произойти это спичка единственная должна была зажечь огонь конечно чудо не произошло но я как тот хитрый товарищ взял с собой надеюсь этих спичек специальных не хватит хотя не уверен посмотрим посмотрим конечно всегда хорошо когда у тебя ай специальные спички очень хорошо мне зажгли палец да веселая история как они грилили гриль не знаю сейчас будем пробовать что-то вдруг что-то получится что-то понятно ну как они предполагали что с одной маленькой спички должно все разгореться почему ребята почему а они иди сюда папе помогай эти спички специальные для гриля стоит песочек классный стоит абсолютно немало денег не знаю какого они эффекта удастся добиться с ними что-то мне подсказывает ребят что закончится это ужином в том же самом ресторане острове где мы обедали и будем завтракать но конечно мы попробуем попробуем совершить подвиг горит веселее правда еще раз никакого отношения к уголькам это не имеет это просто горит я додумал сейчас все вспыхнет от этой спишь спички ничего не произошло ценой героических усилий удалось таки развести огонь в этом чудо мангале но наверное друзья анечка не надо спички брать не надо ушла ушла еще с той спички гениальной ничего бы не получилось ушла практически целая пачка спичек туристических и вот по итогу что то что то вроде как то получается наверное все таки нужно брать розжиг все таки все таки все таки и и и и все таки будем разбираться я думаю анюто сначала хлебушек доешь потом в песочек играй да это сейчас ну по идее здесь да лучше ну давайте решим хорошо и она отсюда упадет в разъездах сейчас голова не сюда квадратная идея понял уже пошли колбаски у нас че гоняет заголовными глазами смотрит на чай когда дадут чаю до мешает волосики давай уберу волосики ты знаешь разжигал мангал дул на него и понял вот для чего я дыхательной гимнастикой потому что обычно когда дуешь мало и редко голова кружится начинает да 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 ты воображала маленькая ну вроде получше есть там и конечно распереживалась конечно распереживаешься бедный ребеночек затошнила то ли я в дороге укачала или что свои как у пошел процесс процесс пошел ну дайте грина и льса слышишь да после твоих этих раска я плохой до считаете бы горячий еще подожди за мой ты много налил наверное ну да значит отольем вот так да а еще горячая нет а это ванна пока говорит а там запотевает камера теперь вы понимаете что я чувствую запотевшими очками а ты покажи как у лора запотевают очки горячая наверное нет подожди ой лучше не надо ай-яй-яй ай-яй попробуй нет еще а сейчас по проверь на сейчас нормально смотри сейчас девушки сказали когда я покупал говорите долго и пусть в таких спартанских условиях но все равно получились говяжьи колбаски такие нарядные эти колбасочки баварские они в принципе готовы их только разогревают и не удержался взяли халуми от наших белорусских друзей оксаны сейчас пожарим халуми и все будем собираться надо собираться потому что темнеет сейчас времени без 26 сейчас уже в наших краях рано приходит но я доволен мы молодцы несмотря на все все передряги мы этот пикник сделали не знаю ребят я бы если бы видел это наверно со стороны поставил бы лайк потому что мы молодцы такие безумствующие товарищи на самом деле очень стрессанули ну конечно прежде всего из-за анюты все остальное ерунда лишь бы у ляльки было все нормально мы очень очень аккуратно все делали по самочувствия на махалу между тем тоже подходит можно колбасочки убирать я думаю не спрашивайте как я это делаю горячая я нормально переношу вот так конечно это не повторять никому такой фокус не повторять без специальной подготовки едем мы будем и там уже постараемся не коньяка да 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 говорим спасибо большое прекрасному прекрасному кургальскому заказнику безусловно ребят мы не посмотрели туристической тропы сегодня не посмотрели массу других мест а нам еще нужно убрать за собой мусор от пикника все это собрать мероприятие и дойти до машины а помните что путь не близкий и непростой кстати заходят тучки я надеюсь что минует дождик в общем машем рукой на сегодня во всяком случае завтра на завтра ничего не загадываем этому чудесному уголку природы спасибо и мы были сегодня лорка сказала мы были сегодня здесь просто одни такого ну наверно единение с природой сложно найти где-то в пригородах петербурга уникально из позитива хочется сказать что очень очень природно очень уединенно и как сказал лора самое главное что все закончилось хорошо действительно так потому что мы стали уходить дочь таки пошел представляете туши тучи аросилы и вот мы только успели убежать ну так хорошо что вовремя да из негатива причем такого жесткого негатива дома даже на входе здесь нет мусорных баков два года назад просто мусорки стояли по всей территории и пожалуйста наводить чистоту радуйся вот это как-то не стимулирует конечно мы с собой сейчас все вот это хозяйство заберем но вот это совсем не здорово и ну не знаю ребят ругайтесь не ругайтесь вот это здорово поставить шлагбаум но как с маленькими детьми как с колясками это конечно мука мука не знаю наверно так надо для чего-то для кого-то чтобы не строили чтобы это чтобы не ходили в общем рассказали вам как есть не брали бы да 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 мы бы налегке пошли едем гостиницу отдыхать все наверное самый лучший ужин то что ты на приготовил на пикнике и при этом не успел съесть здесь у нас колбаски кстати они еще теплые они хорошо упакованы к коктейль они к чай настоящий чай эмоциональный день получился пикничок мама не горю и вышел ну наверное надеюсь хорошо что все хорошо кончается и этот день подходит концу и дай бог чтобы аньки это было только вот на этом все закончилось друзья давайте делать так что приключения были в нашей жизни удивительные забавные не всегда может быть лепые как сегодня у нас но я уверен что это мы будем вспоминать потом но зато как это вкусно и зато как это сладко действительно вспоминать потом спасибо за ваше внимание за ваши комментарии за вашу поддержку значучки нравится которые вы ставите нам благодарим вас открывайте что-то новое это очень часто бывает рядом совсем рядом с вами как этот кургальский заповедник и многое-многое другое всего вам доброго до новых встреч и пусть каждый ваш день будет добрым пока пока